Студенты Крымского инженерно-педагогического университета пообщались с руководством Крымского регионального отделения Российского общества «Дружбы с Кубой». В ходе творческой встречи учащиеся познакомили с историей «Острова свободы». Руслан Минаев расскажет подробнее. Кубинская народная музыка в исполнении эстрадно-духового оркестра «Джаз-бэнд» под руководством Дилевера Муединова. Выступления переместились в конференц-зал, где студенты показали музыкальный потенциал вуза. Для гостей также продемонстрировали короткометражный фильм о героической жизни кубинского революционера Фиделя Кастро. После свержения тирана и прихода к власти Фиделя, влияние штатов сошло на нет. Самые теплые, самые братские отношения. Здесь даже сказать «братские» – это не то слово, это как близкие родственники. Творческую встречу организовало Крымское региональное отделение Российского общества «Дружбы с Кубой». Его цель – культурный, профессиональный и научный обмен между Россией и Кубой. Наша задача при любых обстоятельствах – вести образовательную деятельность, вести научную деятельность, заниматься нашими студентами, нашими детьми. Это наше призвание. Конечно же, хотелось бы, чтобы все-таки вот этому призванию мы могли в полной мере реализовывать и открывать миру Крым, а Крыму открывать мир. Обсудили и сотрудничество КИПУ с Кубой в сфере образования. Так в разработке творческий конкурс. Его победитель отправится в путешествие на Остров Свободы. Также на повестке был вопрос сотрудничества университетов двух республик. Сегодняшнее мероприятие способствовало поднятию интереса к Острову Куба среди наших студентов. Народная дипломатия способствует продвижению Республики Крым. И именно народная дипломатия станет той основой, которая будет понятна всему международному сообществу. Формат встречи и оживленная беседа вызвали большой интерес студентов. Это остров очень смелых людей. Невероятно, я думаю, креативных. Потому что я видел множество видеодокументов, которые подтверждают мои слова. Налаживание отношений между Кубой и Крымом, я думаю, это достойный шаг в жизни университета. В Крымском отделении общества дружбы с Кубой добавили, что в этом году на Остров Свободы от Крыма поедет творческий коллектив с концерном, посвященном 75-летию Победы. А уже осенью остров с бизнес-миссией посетят крымские предприниматели. Руслан Минаев, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет.